Сегодня поздравление с профессиональным праздником принимают сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС. Их ежедневная работа связана с профилактикой пожаров. Однако иногда чрезвычайные ситуации настигают специалистов даже там, где они их не ждут. О сложной работе инспекторов и о чудесном спасении человека расскажет Екатерина Лазарева. Эти машины никогда не стоят без дела. После того, как сигнал о возгорании приходит в часть, у пожарных есть всего несколько минут, чтобы добраться до места возгорания. К нам на компьютер приходит карточка с адресом, с заявителем и краткое описание, что горит, что происходит. К примеру, у нас, допустим, по алгоритму действия, если по времени прибытия пожарных подразделений, это городская местность, то бишь Сенгеле, это 10 минут, то есть в течение 10 минут пожарные подразделения должны прибыть. Но лучше, когда пожар удалось предотвратить еще на этапе профилактики. Это одна из задач пожарного надзора – напоминать людям о мерах безопасности. Мы проводим различные беседы с населением на сходах граждан, на встречах. Часто очень участвуем на собраниях и встречах в школах и детских садах. Помимо этого, инспекторы проверяют исправность систем оповещения, тушения и сигнализации. Сотрудники пожарного надзора расследуют причины возгорания и ведут статистику произошедших чрезвычайных ситуаций. И это лишь малая часть их ежедневных дел. Бывает, что работа не отпускает даже в нерабочее время. Через окна вошли в здание, оценили обстановку. Горел третий этаж, шел черный дым и из окон был огонь. Вот один из примеров. Роман возвращался домой, когда увидел едкий дым из окон местной заброшки. И пусть тушением пожаров он не занимается, не растерялся. Из окна здания показался молодой человек. Он сообщил, на втором этаже остался его друг, без сознания. Роман вместе с другим очевидцем, Алексеем Елисеевым, тут же отправился на помощь. Хотя огонь уже был такой, что сложно было что-то разглядеть. Они обнаружили на втором этаже человека. Мы поднялись на третий этаж, где мы сейчас находимся. В данном помещении было открыто горение. Мы видим, что у нас есть спальные места, диваны с матрасами. То есть у них наполнительный поролон. Соответственно, весь черный дым находился здесь, поднимался вверх, выходил из окон. И в данном расстоянии, где-то примерно около метра от порога, был огонь. Человек лежал ногами на пороге. Мужчина был в сильном опьянении. Без сознания, но еще жив. Как говорится, в рубашке родился. Роман и Алексей вынесли его на руках. В это время пожарные и медики уже были на месте. Причина пожара банальная. Неосторожное обращение с огнем. Именно такие случаи инспекторы и пытаются предотвращать. За этим Роман и пошел в профессию, чтобы помогать людям. Следовал по стопам отца. Привлекает в этой профессии, во-первых, результат своей работы. Люди обращают внимание на наши указанные нами нарушения. Исправляют их. Тем самым не допускается пожаров. И тем более гибели людей на этих пожарах. Ведь здесь, как в медицине, шутит Роман, болезнь лучше предупредить, чем лечить. Екатерина Лазарева, Денис Миронов. Вести. Ульяновск.